Всем привет! Сегодня у нас 13 августа 2019 года. Начинает поспевать нектарин Red June. Выращиваю его в Украине, город Кременчуг, потому что часто интересуется в комментариях, где произрастает. Это второе его плодоношение. В том году были первые сигналки. Срываю такие плодяки. Даже трещинки есть, но не гниет. Более-менее нормально держится. Буду срывать. Сейчас покажу. Вот эти уже спелые. На солнце вот такой у него загар. Яркий, красный. При минимальных обработках, то есть три обработки, вот тоже треснул. Треснул уже, потому что переспел. Я чуть-чуть опоздал с видео, со съемками. Его запретил всем ворвать, чтобы снять видео. И забыл за него, блин. И он начал перезревать. Кое-то дело, такие трещины. Но не гниет. То есть минимальными обработками сорт не поражается кучерявостью листьев, не поражается мучнистой росой. То есть нормальный. Такой вот красивый загар у него этого сорта. Сорт освежающий. Сейчас попробуем на вкус какой. Сорвем и будем положить на веса. Вес у него до 160 грамм плоды. Как видите, товарность хорошая. На средину августа. Так, сейчас покажу. То есть посажен он у меня в полутени тоже. На солнышке, конечно, был бы он с красивым таким румянцем. Прямо. Такие вот. Такое качество плодового этого сорта. Интересно сважить, какой вес у него в этом году. Ой, это вообще мягенький. Ну, держится хорошо на дереве. Вот мягкий плод я сейчас пытаюсь сорвать. О, сорвал. Не, нормально. Грамм до 170 вот эти плоды. Довольно крупные. Сейчас посмотрим, положим на весы. Смотрим, какой вес у него. Так. Плоды туда лезть не хочется мне. Вот так вот. В году первые сигналки были, то на вкус хорошие. Мне понравились. Дерево вот этому 4 года. Первый год очень плохо росло. Подвой. Дикий персик. Я брал, покупал черенки этого сорта и прививал на дикий персик. Самостоятельно. То есть я не саженцы покупал. Опа. Короче, вот такие вот плоды. Опа. Такое вот качество. Эти резкости. На солнышке прям горят. Красавцы. Сорвем еще чуть-чуть. Вот так вот. Еще и висяга тут есть. Рядом хурма посажен. На листьях хурмы все никак не заплодоносит. Разрослась большая. Нектарин заглушила. Плодов не дает. Жду уже. Еще год-два пожду. Не будет давать. Спилю ее. Так. Сейчас бы умножить на веса. Так. Давайте посмотрим, какой вес у Нектарина Реджун. Так. Средний вес у него должен быть, наверное, 140. Так. 170. Ну, нормальный такой вес. 158. 187. 134. 193. По 200 спустя. 145. 164. Красивый очень Нектарин. 162. 145. 153. 135. 145. Нормальный. До 200 грамм есть. Средний вес это, как я и говорил, 140. 150. Ну-ка отсюда сейчас посмотрим. 175. 163. Еще хороший вес. 170. Это поменьше будет. 141. То есть, на солнышке, вот такой будет загар, если они будут полностью все на солнце висеть. То есть, у меня паутень, он такой вот, цвет играется. Красивый. 170. Не, вес мне порадовалось. Думал, будет мельче. 170. Ну, грубо говоря, большинство 160-170. Некоторые были 192. 170. Отличный вес. Сейчас попробую на вкус разрежем. Так, давайте сейчас разрежем, посмотрим, какая у него мякоть у этого плода. Какой вкус. Вкус в том году пробовал, такой был освежающий. Такая вот цвета мякоть, красивая. Сейчас разрежем. Вот этот плод хочу. Ладно, падает, ладно. А пока вот этот, такой с красненькой. Мякоть чисто желтого цвета. Тоже переспевший плод. Как по мне. Но косточка отделяется у него. Мякоть такая на вид волокнистая, кажется. И косточка вот. В принципе, поотделяемо отделяется. Так, а ну-ка сейчас продегустируем, какой этого сорта вкус. Сока в меру. Есть, но в меру. Но это переспевший плод. Кожуралы этого сорта получаются очень нежные, селедобные, неощутимые. Ну-ка, вот недоспевший плод. Видно. Сока в меру. Но не так прям, что течет, как с крана. Этот плод хрустящий. Вкус кисло-сладкий, ароматный, приятный, нежный. Мякоть такая, хрустящая, волокон. Но волокон нету. На вид она такая волокнистая. Но именно на ощупь волокон нету в этом сорте. Вкус приятный, освежающий. Кислоты мало в этом сорте. То есть она присутствует, кислинка такая легкая. Ну, ее немного. И сладость тоже такая. Сбалансированный вкус. Всем советую этот сорт. Думаю, кто не пожает себе в сад на средне-поздний срок созревания нектарина Реджун, понравится всем. Действительно, неплохой вкус. Очень красивый товарный вид. Очень такая сочная. Видно, красивая, вкусная мякоть. Стоящий сорт. Вот. Видно, сколько сока. Вот конкретно спелые плоды. Не переспевшие, а спелые. Можно выжимать. Чистый сок. Легко с этого сока. Такой небольшой кратенький видеообзор по данному сорту. Когда войдет в полное плодоношение, обязательно сниму. Покажу нагрузку его. Покажу, какой вес плодов будет при хорошей нагрузке. Сейчас он так средне-нагружен, честно говоря. Плоды есть, но для этого дерева это маловато плодов. Возможно, из-за этого они имеют такой вес. Хотя, вес его должен быть до 160 грамм. при нормальной нагрузке. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.